всем доброго времени суток с вами канал артмания и вот так начинается мое утро это мой завтрак там еще вот кофе стоит она немножечко подогревает что все это с холодильника согрелась вот сейчас я уже наверно день 3 завтракаю только завтракаю где-то начале 10 часа там 9 чем-то я стою и там нет девять стою где-то 930 меня получается садиться завтракать пораньше сажусь завтракать то есть я только сейчас завтракаю и все и потом я больше ничего не ем до следующего утра на ночь я сейчас не ем грейпфрукт потому что вес уходит хорошо меня это устраивает и пока что я не буду но осталось мне уже совсем капельку вот кушаю я малосольные огурчики потому что их нужно заедать иначе меня муж их просто съест сегодня покрошила себе морковку потому что там маленький кусочек лежал мучился есть еще чесночинки есть и еще планирую сухарики тут у меня сухарки не знаю белые сухарики наверное поем и у меня еще остался вчерашний показывал примерно такой вот хлебушек этого джейн по моему до нашли же тот день и и вот его наверное там примерно такой же кусочек чуть-чуть всего наверно вот так вот отрежу не знаю хочу его подсушить виде сухарика наверно знаю пока делать и тот кусочек схема оставшиеся дними отдам он любит черный хлеб так также я замочил эту свои дрожжи вместе с сахарами их всегда замачиваю воде потому что мне так удобнее потому что нету риска когда ты просто засыпаешь муку у меня было первый раз и когда хлеб делала купила хлебопечку все по инструкции я засыпал меня хлеб вообще нифига не поднялся делался этот хлеб 3 часа и в итоге не поднялся и конечно для меня это было шоком я там три часа прождала а в итоге там у меня ничего не получилось поэтому с тех пор я начала всегда я замачиваю свои дрожжи вместе с сахаром с одной чайной ложкой сахара или две здесь вот у меня две потому что дрожжи уже через несколько месяца через три через четыре уже станут просроченную поэтому это сейчас начала печь пока и на кухне был ремонт я не могла и сейчас я иду кормить диму дим у нас на завтрак сейчас пьет молоко потому что от молока он у нас стал отказываться вообще на отрез не смесь не хочет и молоко не хочет максимум там 30 30 что ли там до 30 миллилитров выпьет и все и на отказ вообще прям не хочет поэтому мы купили молоко сейчас покажу вот молоко у нас агуша такое вот мы купили ему несколько пачек а он уже не хочет раньше его давала ему где-то ночью приходила в 12 ночи сейчас я перестала его кормить 12 ночи мат отвыкаем от этого чтобы он не плакал чтобы он спал прям всю ночь и то есть он спросоне и и кушал сейчас я не прихожу теперь я стала ему давать молоко с утра мы выпиваем с утра он голодный с утра вот он ее убивают но надо все равно пить надо обязательно здесь есть кальций витамины вот какие-то а вот кальций источник вот она куша вот добавлять куда-то это слишком большая пачка 500 миллилитров и от нее добавляете куда-то кусочек и в итоге получается то что ты пьешь выпиваешь это молоко там не за три допустим или пять суток а пьешь их то есть она открыто стоит там целую неделю вот то есть мы не получается никак маленькими если только покупать порциями 500 миллилитров как объем получается 480 миллилитров а масса здесь и 500 вот такое нас утро сегодня у меня очень-очень-очень много дел сегодня буду печь хлеб сегодня мне надо сухарики сделать обязательно и наши сухофрукты которые мы покупали с вами вчера вот их тоже нужно орешки все их нужно немножечко поджарить вот и сегодня я буду делать цукаты вот но это будет уже отдельный ролик как я их буду делать вот если мне вообще прям куча дел накопилось женька сегодня на работе его целый день не будет мне даже лучше никто не будет ходить мешать топать а то периодически получается что нужно отключить камеру потому что он там какие-то свои дела сделал такие нехорошие мне приходится выключать камеру включать и все заново начинать если допустим начала недавно или там отключать потом включать чтобы не пропустить этот момент и потом не вырезать его во время монтирования вот это все очень сложно посмотрите уже поднялось я налила воды здесь полтора сколько 150 миллилитров уже смотрите поднялось она будет вот так вот выше 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 до 500 поднимается иногда у тут пенка получается вот это хорошо они еще поднимаются еще покажется нормальные так вот мой хлебушек уже перемешался в хлебопечке моей любимой и я его уже переложила не смотрите что форма грязная она не грязная на самом деле чистое но это все не отмывается потому что форма из фикс прайса вот форма действительно очень очень хорошая хлеб мне не пригорает то есть я спекла и могу сразу горячим его просто переворачиваю сам выскакивает это очень удобно очень но потом расскажу один минус этой форма я в принципе каком-то влоге уже рассказывала но поскольку делаю хлеб я расскажу снова этот минус ну да минус то что она грязная конечно неприятно попробую ее помыть сама потому что у меня в принципе моет муж всегда может быть он не отмыл но я читала отзывы то что я не одна такая у других тоже она не отмывает я попробую сегодня ее отмыть гораздо удобнее будет в раковине нормальный чем была до этого вот и здесь у меня чая бата сейчас вот она немножечко еще должна подняться чтобы эти бугорки ушли и тут вот я уже вижу пузырик вот но тесто очень очень хорошо поднимается дрожжи на самом деле очень хорошие но при этом они стоят довольно дешево в ашане но они очень хорошие и самое главное сейчас я в принципе покажу вам вот они продаются 12 грамм обычно сейчас уже маркетинговый ход и они продаются где-то в девять восемь по моему грамм и стоят дороже вот эти стоят где-то 5-6 рублей в ашане не очень хорошие мне очень нравится самое главное то что в хлебе нету запаха ну и запаха и вкуса дрожжей это для меня очень самое главное потому что в других других дрожжей дрожж дрожжей она есть то есть ешь хлеб и чувствуешь вкус дрожжей мне неприятно это даже если 8 грамм их самих я добавляю хлеб всегда целый пакетик хотя написано в рецепте то что тогда три чайные ложки ну добавляешь 3 чайные ложки у тебя остается опять вот чуть-чуть вот столько в следующий раз отсюда уберешь добавлять что ну в принципе мне нравится то что здесь 12 грамм и стоит всего там по-моему 6 рублей что ли она в ашане очень нравятся эти дрожжи отправляю мужа или когда еду сама сразу покупаю побольше до этого вот муж покупал ездил 20 пакетиков вот еще ездила поэтому у меня их много их надо заканчивать для выпечки они очень хорошие вот но они вот у меня здесь до мая до мая я думаю мы их съедим там вот и хлеб и булочки какие-то вот везде добавляю кроме блинов конечно блины и так поднимаются так сейчас я наверно этот хлеб буду отправлять в духовку потому что он уже поднимается он уже вот еще чуть-чуть вот он я пока его накладывал он уже пытался сбежать от меня вот он уже с другой стороны пытается от меня сбежать поэтому я сейчас его буду хотела сейчас сначала орешки подсушить который вчера купила нет наверное отправится сначала хлеб потом пока он там будет запекаться я тем временем сейчас наверно даже вместе с вами начнем выкладывать орешки на противень потом у нас пойдут орешки после орешков пойдет наверное сухарики цукаты потом я буду делать еще кашу мне надо варить у меня прям сегодня день готовки из кухни я прям не выхожу вот так вам еще второй противень есть и будет гораздо здесь будет гораздо удобнее его там как-то это лопаточкой чтобы он со всех сторон немножечко не поджарился но немножечко совсем такой подпарился очень люблю арахис на самом деле и съедала хоть и говорят то что и можно отравиться очень сильно но нет я съедала его очень много и полкило съедала не знаю я не травилась еще ни разу вот и даже во время беременности вот честно скажу я его ела я не могла просто остановиться но у меня в принципе такое если я начинаю что-то есть я не могу остановиться не важно что это будет это будут орехи там какие-нибудь цукаты там сухофрукты конфеты в особенности то есть это не обязательно я не могу просто уже остановиться вафли печенье у меня еще должны быть орехи грецкие я покупала я так не успела посушить посушить найдут потом вот они эти гигантские орехи на самом деле конфетку здесь можно сделать шикарно вместе с шоколадом в следующий раз я наверно пойду еще наберу таких орешков они просто мне понравились так вот здесь я тоже взяла вот он мексиканский по моему называется орех а в принципе они когда-то года два назад они стоили очень очень дорого а это я зашла они где-то у 700 что ли были то есть ну довольно дешево и знаете у него кстати вкус как манная крупа очень нравится очень завлекает опять же это меня завлекает потому что что это такое потому что я не могу остановиться просто миндаль вот я взяла ну миндаль я не особо он жестковатый немножко так это по моему фундук попался но я его не брала потому что у меня на него аллергия но он попался видимо да вот он попался его я может быть отдам кому-нибудь вот маме там или здесь это серёжа ой как его Женя мягенькая я тоже положу сбоку попробую это подпарить и все в принципе остались тут такие вот это вот кокос сначала я думал что это спрессованный кокос а когда домой пришла он кстати тоже мягенькая это просто вот кубики нарезают ну не знаю просто поем их чуть-чуть вот здесь наверное изюм здесь черный изюм а вот этот вот красный как раз ради чего я взяла даже нет вот это вот ради чего взяла не знаю даже что это такое попробую ну тоже ради орешков взяла в принципе можно будет помыть потому что все таки я люблю я люблю все мыть так сейчас мы тут отдельно разложим вон смотрите какой гигант он почти он с мой палец почти вот до сюда и тут тоже половина почти положим их тоже отдельно их есть наверное я не буду попробую только так оставлю их на конфеты довольно много я взяла их так поэтому попробуем их я чуть-чуть совсем подсушиваю чтобы убили чтобы убились микробы поэтому сладкие сухофрукты конечно я тоже хочу подсушить но их не подсушивают и мыть их тоже не моешь то есть не поможешь никак потому что они присыпаны сахарной пудрой будет уже не то наверное не знаю как делают другие в описании напишите как вы делаете потому что ну мало ли человек же их раскладывал вдруг он до этого деньги подержал там или поковырялся где-нибудь в каких-то своих местах и потом начал выкладывать их складывать мы же не знаем правда можно так травануться можно там кишечную палочку вообще подцепить поэтому надо что-то такое фундук фундук на самом деле у меня кстати аллергия потому что я его переела однажды у меня мама его очень сильно любит и в детстве она часто покупала их ну постоянно их покупала что-то у меня миндаля много три штучки всего попалось вот часто их покупала довольно мы очень много их ели и в какой-то момент у меня просто началась аллергия чесаться язык очень сильно глотка распухает там ну очень неприятные ощущения и так же кстати у меня на китайскую грушу тоже аллергия у меня еще круче чем на орехи там вообще просто ну одну штуку я съедаю редко очень но съедаю так ну вот я разложила по кучкам миндаля у меня получилось много лучше бы я взяла вот этот или этот орех ну не знаю ну в принципе ладно тут я положила она мягенькая на всякий случай чуть-чуть пускай подсушится может быть в принципе можно ничего страшного если она чуть-чуть подсушится все-таки микробы убьются так ну вот мои противни грецкий орех я его купила до этого не успела их просто чуть-чуть подсушить избавиться от микробов вот они все эти эту вот штучку я попробую ой она прям мягкая стала даже гораздо мягче мы попробуем как она станет если что то эту то вот помыть можно а вот другие и наш арахис я его только-только вынула ну не знаю по-моему вот шелуха нет что-то пока не отделяется особо не знаю может он остынется шелуха начнет отделяться если что я поставлю его еще раз вот и наш хлебушек вот хлебушек такой получился горячий убежал все-таки видно вам видно вот он все-таки убежал я его все равно подправила но смотрю он начинает убегать что-то там капать начинает и я подстелила силиконовый коврик потому что не хочу чтобы там все запачкалось и все равно он попытался убежать но не тут-то было появился горячий воздух и его прибило вот чиабатта кстати она очень-очень вкусная это самый простой хлеб который делается там ничего толком нет такого вот мы с вами еще сделаем я на следующий раз хочу сделать его в виде батона посмотрим у меня потому что есть такая овальная форма ну в принципе вот как я и говорила хлебушек видите налип сюда я не хотела вылазить я его немножко вот со всех сторон подбила тут я конечно съела чуть-чуть вот ну такое вот бывает вот она в принципе внутри вся мазала я ее маслицем и не знаю вам видно или нет в принципе должно видно вот он этот покрытие антипригарное оно уже отходить начинает ну форма дешевая может поэтому даже не знаю почему вот здесь вот на вот этом хлебе еще пока не знаю потому что он белый может быть на нем вот не видно но на нем остаются вот эти вот как раз вот покрытие она вылазит остается вот на черном хлебе я пекла там очень хорошо видно вот по всей стороне тут тоже видно да хлеб у меня лежит к верху потому что тут уже все засушено а тут должно подсохнуть он может кстати его если не съедите можно оставить на ночь потом будет такая явная корочка и которая под ножом просто хрустит бесподобно вкусно раньше я его кстати клала в полотенце а сейчас я перестала его класть в полотенце думаю ладно полотенце должно быть стерильным вот здесь вот прям вот всякие кусочки он ароматно пахнет просто ароматно и сегодня у меня прям день готовки и все здесь прям разные такие запахи причем я еще на диете мне ужасно хочется кушать и блин это просто шикарно так ну вот наш арахис немножко в принципе он чистится уже ну короче арахис нужно держать дольше чтобы он чистился где-то минут 5-10 если вот вам важно чтобы он почистился в принципе он уже чистится не так хорошо но наверное можно еще подержать и так же вот я на арахис клала то есть не на голый противень а на арахис дыню ну вот как была мягкая осталась не выпекался а лежала у меня там при 200 250 градусов по-моему 200 даже она осталась мягкая она уже остыла давным-давно уже лежит у меня на столе около полутора часов наверное вот в принципе можно она хотя бы такая микробы на ней убились и есть вариант то что не зацепишь ничего вот на вкус я думаю она точно такая же вот но кстати в том магазине купила я чуть-чуть уже попробовала она очень приторно сладкая не очень мне как-то понравилась а в отрадном вот продают они прям вообще прям дыня такая хорошая не настолько они сладкие наверное я буду все таки покупать в отрадном в этот раз мы скоро уже поедем и я постараюсь побольше закупить и помело там и дыня потому что там реально вкусно там именно прям вкус дыня и все а тут вот очень много сахара вот у меня даже лежит не знаю давайте ее попробуем вот она внутри сырая осталась ну немножко вообще-то она жестковатая стала такая знаете вот кушаешь и она как будто под зубами такими кусочками разламывается на несколько кусочков ну в принципе можно ее держать но чуть меньше не вместе с арахисом а на силиконовом коврике прям буквально в разогретую духовку можно прям буквально пару минут чтоб они чуть-чуть по горячей стали и все может быть передержала ну они вот все получились три вида все разные тут больше мармелад тут мармелад с большим количеством сахара тут просто обычные сукаты немножечко поджаренные тоже с сахаром и тоже очень вкусные ну вот смотрите получился такой хлеб тут он гладенький он уже полностью остыл мягенький с этой стороны еще пока нет корочки он еще должен лежать вот у чиабатты в принципе может и не быть корочки но все равно он такой очень мягкий пахнет обалденно здесь вот зато вот есть корочка здесь очень красивый получилось еще так то что вот он растекся вот тут вот вот потому что я перепутала воду с мукой я думал что воды 500 грамм то есть миллилитров а там было написано мука я перепутала пришлось добавить еще муки чтобы он не получился слишком жидкое тесто чтобы он не оказался сырым и поэтому вот он попытался убежать то что он просто не поместился в форму вот такой в принципе бывает очень редко тут даже вот треснул немножко но очень такой поджаристый гладенький у него в принципе время есть он еще может застыть до вечера еще далеко ну часа два-три у него точно еще есть пока Женька придет и его там слопает вот но очень вкусный вот эти вот корочки очень вкусные когда вот его вытаскиваешь и съедаешь это вообще вот в принципе на сегодня это все с вами был канал artmania подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и всем пока пока